Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вчера в Варшаве закончился чемпионат мира по блицу, и этот турнир ознаменовался триумфом французского гроссмейстера Максима Вашьелаграва. Этот шахматист уже много лет входит в современную шахматную элиту и долгое время составляет серьезнейшую конкуренцию в подобных блиц-турнирах Магнусу Карлсону, Александру Грещуку, Хикару Накамури и другим мастерам молниеносной игры. Но удивительное дело, до вчерашнего дня у Максима Вашьелаграва не было ни одного значимого титула по блицу. Поэтому победа французского гроссмейстера на чемпионате мира по молниеносной шахматной игре является более чем закономерной. Но путь к этой победе был очень непростым. Последние туры чемпионата мира были особенно жаркими и именно рывок французского гроссмейстера на финише дал ему возможность разделить первое место с Яном Кшиштофом Дудой и Алиризой Ферруджей. После подсчета дополнительных показателей оказалось, что именно Максим Вашьелаграв и Ян Кшиштоф Дуда выходят в финальный раунд. На тайбрейке французский шахматист оказался чуточку сильнее и праздновал победу. Но сегодня мы с вами рассмотрим партию, которая привела как раз к дележу первого места и выходу Максима Вашьелаграва в тайбрейк. Речь пойдет о поединке 21-го заключительного тура против Магнуса Карлсона, для которого этот чемпионат мира по блицу закончился полным разочарованием. Но несмотря на то, что Магнус Карлсон всерьез за медали не боролся, он по-прежнему оставался очень опасным соперником для любого из претендентов на титул. Данная партия получилась очень интересной и мы приступаем к ее разбору. Итак, Е4 сыграл Максим, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5. Испанская партия А6, слон А4, конь Ф6, два нуля и слон Е7. Ладья Е1, Б5, слон Б3, два нуля и А4. Видимо, Максим Вашьелаграв очень подробно изучал партии недавно закончившегося чемпионата мира по классике. На доске одна из актуальных позиций системы антимаршал испанской партии. Карлсон играет слон Б7, Д3, Д6, конь БД2. Ладья Е8, конь Ф1, Х6. С3, слон Ф8 и конь Е3. Карлсон играет конь Е7, переводя коня на королевский фланг. После Х3, конь Ж6, конь Х2. И здесь Магнус делает ход Д5. После размена на этом поле, Максим Вашьелаграв связывает коня ходом Ф3. Но Карлсон нападает на Ферзя другим конем. И после Ферзь Е4, все-таки забирает на Е3. Это вскрытое нападение на Ферзя, но слон под боем. Поэтому белые забирают взятие на Ж2. Ладья белых оказалась под ударом. Она становится на Е4. Очень трудная для оценки и разыгрывания позиция. Крепость белого короля ослаблена. Но активность белых фигур, прежде всего слонов, является достаточной компенсацией. Ферзь бьет Д3. Сыграл Магнус Карлсон. Ладья Ж4. Карлсон забирает и вторую пешку. Образуя очень интересную композицию из Ферзя и двух коней на королевском фланге. Здесь белым неплохо было бы сыграть Ферзь Д5. Нападая на слабую пешку Ф7. Которую удобно защитить не получается. Ведь под ударом Ферзя находится еще и ладья А8. Но Максим пошел ладья Ж3. Напав на Ферзя, тот отошел. И взятие на Ж2. Так черные потеряли своих коней. После взятия Ферзь Ж2. Но ладья Д8. Конь Ж4. Создается угроза коня Ш6. Поэтому король Аш8. Взяли забрали конь Е3. Ферзь Аш5. И конь Ф1. Максим Вашелограф старается скоординировать действия своих легких фигур. Сейчас у него слон и конь против ладьи и аж трех пешек соперника. Но если белым удастся наладить взаимодействие своих сил, то они получат достаточную компенсацию за материальный недовес. Карлсону лучше было развить слона на С5. Но он решил развить своего слона на другую диагональ. Аш2 Б8. И пошел Е4. Конь Ж3. Ферзь ушел. Слон Е3. Слон Д6. Конь Е2. И Ферзь Аш5. Карлсон уходит от размена ферзей. Конь Ж3. И здесь размен на Ж3. В итоге у белых два слона против ладьи. Но у черных по-прежнему три лишние пешки. Ладья Д3. Играет Карлсон, нападая на слона. Ферзь Ф2 и Ф5. Слон С2. Ладья уходит. Король Ж2. И после ладья Д8. Ладья Аш1. Ферзь отходит на Ж6. Слон Ф4. Ладья Д5. Ферзь Е2. С5. Играет Карлсон. Б3. В этой позиции черным неплохо было бы поставить ферзя на С6. Прикрывая пешки ферзевого фланга. Но Магнус играет С4. И после БЦ БЦ брать на С4 конечно нельзя. Последует ладья Д2. И черные побеждают. Поэтому ладья Ф1 сыграл Максим. И в этом положении ход ферзь С6 заслуживал внимания. Но Карлсон поставил ферзя на Ф6. И ферзь бьет С4. В этой ситуации ход ладья Д2 уже не работает. Потому что есть перекрытие ладья Ф2. Конечно после взятия на Д2 слоном. Ферзь Б6 играют черные. Как раз беря под контроль поле Ф2. И в этом положении белые играют слон Б3. Уводя одного из слонов со второй горизонтали. Наступил критический момент этой захватывающей партии. На секундах чемпион мира не находит лучшего продолжения. Карлсону нужно было двинуть вперед свою пешку. Допустить взятие на Д5. И в этом положении черный ферзь является прекрасной фигурой. Которая полностью уравновешивает, казалось бы, серьезное материальное преимущество белых. Секрет кроется в исключительной мобильности черного ферзя и опасной пешки Е. Далее могло быть ферзь А5, двойной удар. Слон Б7, ферзь С3. Вновь пешка защищена. И в удобный момент она может двинуться вперед. Равно как и пешка Ж, нападая на слона Ф4. Здесь у черных перевес в две пешки. Об этом сигнализирует компьютер. Но люди не машины. Такие точные расчеты и оценки на секундах трудно произвести даже чемпиону мира. Карлсон играет ладья С5, допуская решающую ошибку. Ферзь Ф7. Играет Максим Вашьелограф. Ладья бьет С3 и слон Е5. Слоны белых неожиданно выпрыгнули на оперативный простор. И поддержанные ферзем они создают мощную атаку. Сейчас угрожает взятие ладьи. Также мат на Ж7. Карлсон дал шаг другой ладьей. Но после точного хода король А1 остановил часы. Белые угрожают не только взятием ладьи. Как и прежде. Но и двумя матами. На Ж7 и на Ж8. Вот так. Выиграв эту напряженную партию. Максим Вашьелограф вошел в дележ первого места. А что было дальше. Вы уже знаете. Если это видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.